Областная клиническая больница преображается на наших глазах. Завершены ремонтные работы в двух отделениях. На очереди еще несколько. Кроме того, в Центральном учреждении здравоохранения Верхневолжья обновили оборудование и открыли респираторный центр. Подробности у нашего корреспондента. Отделение гемодиальза строители сдали первым. В этом году удалось заменить мебель, оборудование, освещение и, конечно, сделать ремонт. Такие изменения позволят повысить качество медицинских услуг, уверены специалисты. Во-первых, оно снабжено всеми современными опциями, которые требуются для проведения качественного, адекватного гемодиализа. Мы можем проводить на этом аппарате не только обычный, стандартный гемодиализ, но и такие процедуры, как гемодиофильтрацию. Наши пациенты, как правило, наиболее тяжелые с соматической точки зрения. Но и качество нашего диализа, и интенсивность нашего диализа за счет гемодиофильтрации помогает лучшее качество жизни обеспечить нашим больным, увеличить их продолжительность жизни. Большой плюс отделений, в отличие от частных центров, рядом приемный покой, реанимация и врачи любой специализации. При возникновении нестандартных ситуаций пациент может быть спокоен. Он в руках опытных и профессиональных медиков. Властная больница дает и безопасность пациентам лечения здесь, потому что учреждение многопрофильное, и, конечно, это создает возможность избежать осложнений, а если они появляются, то быстро с ними справятся. Изменения в лучшую сторону заметили пациенты отделений, которые лечатся в ОКБ уже не один год. На диализе ходили очень давно, нас все здесь устраивает, аппаратура хорошая, расходники очень хорошие, медперсонал очень хороший. На диализный центр мы никуда не собираемся, нас очень устраивает все в больнице. Очень нравится, очень хороший медперсонал. И всегда придут мектора навстречу. И медперсонал здесь в лучшей категории, понимаете, что значит для больного гемодиализа. Обновлено теперь и отделение кардиореанимации. Здесь проводят первые часы после операции на сердце пациенты. В его структуру с ноября этого года вошел и новый респираторный центр. Врачи отмечают, что сегодня возникла проблема. Увеличилось количество пациентам, которым необходима длительная искусственная вентиляция легких. Эти пациенты могут находиться в больнице годами, а то и десятилетиями. Эту статистику и призван изменить новый респираторный центр. Основная масса задач этого центра – это обучение родственников и возможность создания всех условий, возможности перевода этих пациентов. А по нашим подсчетам в Тверской области их может достигать порядка 300 человек. Это большие цифры, это большое количество пациентов. Чтобы эти пациенты находились в домашних условиях. Потому что со всех позиций это будет правильно, потому что человек наиболее комфортно усвоит пребывание, конечно, дома. Кроме того, областная больница за ближайшие три года планирует полностью заменить оборудование во всех отделениях. Планируется сейчас еще введение в строй. Это уже национальный проект нового компьютерного томографа. На следующий год мы заменим МРТ, поставим современный МРТ, тоже в рамках национального проекта. Ну и еще, наверное, ангиограф. Еще одним важным для пациентов вопросов всегда остается питание. И в этом году в ОКБ наконец-то завершились работы в пищеблоке. Во-первых, удобное сообщение, да, вот доставка питания непосредственно в отделение пищеблока. Во-вторых, это оборудование, да, новое оборудование, то есть новые условия. Естественно, комфортнее работать. Позволяет расширить меню наше, да, обогатить блюдами, вот, вовремя доставлять в отделение. Да и сейчас пациенты не жалуются на питание. По результатам анкетирования, проведенного в больнице, более 90% ответов положительные. При этом отмечается, что больше всего пациентов радует разнообразие блюд. На сегодня у нас гречка отварная, рассольник, какао сладкое, девятым столом не сладкое, диетические столы также у нас составляют. У нас каждый повар отдельно варит какое-то блюдо. В 2020 году в областной клинической больнице ремонт продолжат. Как минимум планы на три отделения уже есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...